Ну и наконец-то мы поднимаемся, точнее говоря, конечно же, спускаемся Мы же идём вниз, всё глубже-глубже, опускаемся на самое дно этой башни Это погружение просто-таки Вот он, четвёртый уровень Здесь кругом скелеты, трупы какие-то Ян, и те, кто добрался сюда, они были не рады тому, что увидели, тому, что встретили Дурлак-убийца-троллей встречает нас в каком-то призрачном таком обличье Тебе удалось зайти далеко, где многие смогли заговорить со мной Но ещё меньше тех, кто смог уйти живым Но это ничего не конец, у меня ещё есть козыри в рукаве Ищи подсказки, когда поймёшь путь Когда поймёшь направление, сможешь идти дальше Нужно быть достойным, чтобы встретить это Здесь есть зло, но оно не изначально Тебе нужно изгнать новых захватчиков Ты кто? Ты сам Дурлак? Я Дурлак! Твой вопрос не лишён смысла Тебе удалось увидеть все ловушки, все иллюзии, фантомы Но дух Дурлака давно ушёл туда, куда влечёт его судьба А это место, это место, это его страх, его гнев, его мучения Ты хочешь покорить эту крепость? Тогда тебе придётся понять, что создало её Хорошенько запомни, что тебе уже пришлось увидеть Или уйди сейчас, и тогда проживёшь долгую счастливую жизнь Отсюда ведут три пути И пройти нужно по всем Три пути Так, запертая дверь пока открывать не будем Сейчас возьмём нашу любимицу Маэн И отправим её на сапёрские работы Маэн заслуженный сапёр-инвалид У неё оторвана нога Нету двух глаз И очень серьёзные травмы головы Так это чё такое? Секретная дверь какая-то Ещё у нас здесь А здесь у нас стена Здесь пройти нельзя Хоть и есть секретная дверь Поэтому продолжаем Тихонечко-тихонечко так идти по коридору А то знаю я эти коридоры Они коварны просто для невероятности Коридор улыбается тебе и говорит Не бойся меня Я совершенно безопасен Ступай по мне свободно И тут вы наступаете в ловушку Которая вас просто в клочья разносит Маэн лучше всего разминируется Обыграть снегами А то, а то Я об этом говорю Что у неё хорошо получается Пройтись по ловушкам Там потерять пару конечностей Но, пф, мелочи Новые отрастут Зайдёт в какой-нибудь храм То есть заползёт в какой-нибудь храм Конечно же И попросит за 800 чем-нибудь золотых Восстановить ей конечности А ещё все кричали, что меч гибель пауков Мощный Да, говорите, не панк Он мощный по одной простой причине Он плюс два И он при этом даёт Свободу действий То есть у вас ни удержания, ни паутины Ничто другое не останавливает Я его оставляю, между прочим, в слоте оружия На всякий случай, когда такие вот Есть места, где Вас внезапно там в паутину Или ещё во что-то там Ловит Это уже близко к концу Эльти Это четвёртый уровень башни Дурлага Да, до конца башни Дурлага Осталось совсем немного А до конца игры Валдорсгейта Ещё, наверное, стрима где-то Три Ну так, ориентировочно В прошлый раз тоже три стрима до конца было Видите, как у нас У нас стабильность Прямо как везде в России Каждый раз ровно три стрима до конца Тут, смотрю, у тебя уже фанаты Появились, говорит, снегами Что значит, уже Что же Давно стримлю Он мощный В чистом ванильном Балдоргейт первом Так как там нет более крутых мечей Кроме проклятого меча Берсер Как говорит Балл Хоровестер Проклятый меч, да Это то ещё удовольствие С ним ходить вообще весело Чё-то я не вижу здесь никаких ловушек Зато я вижу Ислан Тебя удалось зайти далеко И много увидеть Но не всё решается Не все решаются остаться Я предлагаю тебе уйти Не тревожь больше духа Покинь это безумное место Твой мир наверху Этим местом правят мёртвые Которые не опустят тебя Не отпустят, то есть меня Большое спасибо Но пока я тут останусь Мне тут нравится Свет зовёт Ты не идёшь Ты ещё упрямей моего дурлага Я отправлю тебя назад Когда захочешь Если бы только можно было Так же снять это бремя С его плеч Хм Это, видимо, его жена Ислан То, что в кавычках написано Было не мною А в чате фэном А-а-а Ясно Волдерсгейт первым Топ Длинный меч Одноручный Плюс два И один урон льдом Не помню, как называется Говорит Рудс Гудс Я сейчас, конечно, подкрою табличку Которую показал бы Какие есть мечи вообще в игре Но насколько я помню Там такого меча со льдом Я не видел Че, Майан, видишь? Видишь ловушки? Они здесь есть Я уверен, здесь есть ловушки Просто, знаете, это подозрительно Вот Все это подземелье Оно полностью состоит По сути только из ловушек А здесь А здесь можно спокойно полутать Какая-то просто Непонятная мне ерунда Ну хоть здесь, хоть здесь Покажите мне какую-нибудь адскую ловушку Которая разовет нашу партию на счастье А ты же арканом уже проходил на стрим Говорит Солест Да Было дело Проходил Успешно прошел Упс Кого мы видим? Ужас в шлеме Ааа Это тот самый шлем Который все время вспоминает Аджантис Вот он Здоровый чувак Сколько лет Сколько зим Как бы его так Во, все Ужас в шлеме Не о чем Если конечно Брэндон не убьет Да я не убил У него там ничего интересного Только единственный тот самый шлем В котором он находится Хелм-е Хелм-е, господа Ужас в шлеме Не должно быть ПВП С Аджантисом Да вот они бьются друг с другом Не на жизнь, а на смерть Но шлем почему-то посматривает В сторону Брэндон Шлем хочет изменить Аджантису с Брэндон Так Давай подходи Подходи Следующий ужас в шлеме Их много оказывается Так это же языческая религия Аджантис покровняется Множество разных шлемов А я-то думал Цивилизованный нормальный человек Нет Кто у нас там бьется А, в рукопашку бьется У нас Денахер, конечно же Потому что ей только выдали Новый свежий посох Она хочет его опробовать Побыстрее в бою Ну, по-моему, третий Был уже со шлемами Насколько я помню Давайте Имайяна отправим в Инвиз И посмотрим Есть ли там реально еще кто-то Нет, больше никого нету Значит, все хорошо На ловушке Единственное, что есть Еще тут только нету Самое главное Есть вот этот камешек Который я уже почему-то Полутать не могу Стрелы, стрелы, стрелы Опознайте нам стрелы Стрелы плюс два Что ты делаешь? Прекрати Я уже не могу смеяться Говорит Йори Что я делаю? Я убиваю шлемы В общем, это битва На самом деле Это такая религиозная битва Аджантис и его Верований и предрассудков Он пытается с ними справиться Их победить Они нападают на него И В общем-то Он уничтожает Своё Представление о мире Разрушает его, можно сказать Что за берег здесь интересно? Костяной берег Просто костяной берег Ничего особенного Бывает Так, окей Посмотрим, здесь ли есть ловушки Если даже здесь нету Ты их разочарован Зачем ты набираешь бутылки? Ты же их не используешь Иногда использую Очень редко Но бывает, знаешь Это вот из тех случаев Когда тебе не нужно Не нужно А потом хоп Попригодиться Здесь что-то не так Я лучше буду держаться подальше Говорит Эмэн Да, именно поэтому Ты идёшь вперёд всегда Именно так Она всё время Хочет держаться подальше Она скулит Просит нас Пожалуйста Не отправляйте меня на передовую Там страшно и опасно Меня уже пару раз съел Вурдалак А Ловушки с фаерболами Разрывали меня на счастье Но нет Запеканус непреклоненный Говорит В бой Но в бой, Майан В мире Forgotten Realms Понятия языческой религии Несколько отсутствуют Так как тут все боги Иногда реально ходят По земле И говорят Творят, точнее Крефтеки художества Если бы так было и у нас Атеизма бы не существовала Гады Батл Харвестер Так в том-то и дело Что истинные религии Они не позволяют Такой вот вольности себе С реально существующими Не то, что реально существующими Как-то правильно выразиться Там Да, лучше эту мысль завернуть И вместо того, чтобы Суждать всякую разную ерунду Пройдем сюда Что мы видим Мы видим надпись на статуе Точнее говоря, сама статуя С нами разговаривает Все, кто осмелится стать На рунный ковер Будут сражены Хотите быть сраженными? Я нет Давайте отдадим свитки сюда Это раз Еще парочку можно Теперь берем МАЭН Вообще всех берем Конечно же Так И кастуем хосту Прекрасно Теперь Теперь всех выводим отсюда Кроме МАЭН А МАЭН вперед Наоборот Знаете почему? Потому что сейчас будет трэш И МАЭН будет своим любимым способом Разминировать ковер Тут же сказано Все, кто осмелится Стать на рунный ковер Будут сражены ЧАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Она видит здесь чё на ловушку? Лутай. Да, у неё уже замедление из-за перегрузки. Это мелочи, это не страшно. Да-да-да, чё на ловушку. Есть. Она вот опять ноет, говорит, не хочет быть частью всего того, что здесь происходит. А кто тебя спрашивает, дурочка? Сказано в бой, значит в бой. Опознать мы это всё не можем, поэтому берём и кликаем по вот этой вот волшебной кровати. Когда мы на неё нажмём, то нас внезапно телепортирует какое-то закрытое помещение с круглыми стенами, четырьмя статуями по бокам. Сражаться с ковром? Это наркомания. Нет, это не наркомания, это реальность в жутком, страшном, суровом фэнтезийном мире. Зачем ты кастал хасту? Дал бы Майан сапоги отжаясь на время. Калеб, а почему бы не кастануть хасту? Как бы, ём ногу у нас. Ладно, сеймси здесь... А, вы не можете сохраняться? Нет, могу. А? Не могу. Вот шутники. Перед нами стоит статуя, которая разговаривает, потому что это на самом деле каменный голем. Мой отец бродил по свету, как и я, и многое повидал. Все почитали его, но своего дома у него не было, в конце концов он погиб в каком-то далёком краю, и рядом с ним не было ни единого родича. Я не хотел, чтобы такое случилось и со мной, я не собирался пойти по его стопам, я не хотел стать дурлагом бессемейным. Именно этого я боялся. Проследи путь моего страха. Покажи, что тебе удалось узнать. Страх появился, когда ты захотел обрести свой дом. Он рос по мере того, как рост твой клан. Ведь ты боялся потерять своих родичей. Страх проявился в захватчиках. Но ты уже боялся, что они придут. Страх стал твоим домом, твоим убежищем, говорю я. Да, теперь ты немного знаешь обо мне. Можешь ещё пожить. Нам делают небольшое одолжение, говорят, что в принципе, живи давай, ещё пока можешь. В конце концов, нельзя было ходить по ковру, а заворачиваться можно, говорит, снегами. Слугуши, какая идея, взять и завернуться в ковёр, а? Куда мы теперь пойдём? Теперь мы вернёмся туда, где мы шли. Только единственное, что, и Майэн двигаться не может. Вот, бедняжка, бедняжка, у неё перегруз. Сейчас нужно её срочно разгрузить. А ещё её нужно подлечить чуть-чуть. Там не зря же Брэнвин у нас новое замечательное заклинание заучило. Во-первых, она возьмёт заклинание вот это вот на Аджансиса, как встанёт. Шлемы просто живые, управляют мозгами людей в Баллардсгете. Аджансис и Брэнвин им управляют. Говорит, Синепанк. А у меня такое чувство, что шлем управляет Аджансисом. Это вполне возможно. Прекрасно. Теперь у нас почти все здоровенькие. Единственное, тут, конечно, двух хитпоинтов не хватает. Это мелочи. Давайте определим. О, проща, плюс три. Драконобойка Арлы. Истинную ценность удачно попавшего камня, особенно в сражении с более крупным врагом, лучше полуросликов, не знает никто. Это оружие принадлежало молодой женщине по имени Арлы Твёрдый Шаг. Одной из немногих представителей маленького народца, покинувших родной очаг в поисках приключений. Легенда гласит, что миниатюрная Арлы с помощью этой врачи острым камнем пробила на лету череп зелёного дракона. Хотя популярна эмиристическая версия, по которой от камня пострадала задняя часть чудовища. Иногда кажется, что полурослики, когда дело касается их истории, предпочитают хорошие негдоты истинным фактам. Но это плюс три урона и попадание плюс три. Видите, как мило. Заменяем нашу прощу на эту. Так, большой щит. Опознать большой щит не могу, нужно нам отдохнуть обязательно. И изучить, наверное, ещё два заклинания опознания. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Только мы решили отдохнуть, как тут появляется большой упырь в коридоре и бежит ко мне. С криками Майэн, дорогая! Я хочу себя снова увидеть! Ну, а что почему-то упыри все бегут на Майэн. Прощай, плюс три, определи, говорит Фаленка. Это я определил. Ну, неважно. Теперь мы удачно отдыхаем и можем определять всё то, что у нас есть. Это, во-первых, Большой щит плюс два. Этот щит был создан кузнецами-дварфами по приказу Пилана из Тира, знаменитого паладина, известного своим абсолютным бесстрашием и полным отсутствием здравого смысла. Ну, чё сказать, обычный паладин, как паладин. Услышав, что красный дракон разоряет какое-то село, Пилан оседлал коня и поскакал в бой рыцарь его доспехи. Организм дракона успешно усвоил, а вот щит вызвал жёсткий желудочный спазм. Монстр отрыгнул его и хранил в своей сокровищнице несколько лет, пока сын Пилана, паладин, умеющий вовремя прятаться, не вернул себе семейное достояние. Превосходное качество щита дополнено постоянно действующими чарами лёгкости, которые делают его чрезвычайно удобным в бою. Добавка к классу защиты плюс три, добавляет плюс один против метательного оружия, вообще супер просто. Это паладинская истина, паладинский щит. Арджантис, у меня для тебя подарок, держи. Минус девять у него класс теперь брони, класс защиты. А во второй редакции Dragons and Dragons, здесь чем меньше это число, тем, соответственно, по-моему, сложнее попасть. То есть вот этот модификатор, он как бы складывается с броском того, кто по-моему попадает, и у него сразу внезапно, опа, не попал. Щит отжанится с пулей бас. Конечно, это щит просто истинно паладинский. Кто ещё его может носить? Блава плюс два. Череподробилка Кротана. Кротана, точнее говоря. Что, Кротаны, хотите такую череподробилку? Даже у дикарей были свои герои, если они ещё и собирались. В более-менее цивилизованной кампании их деятельность так или иначе впечатляет. Кротан был исключительно умным орком. Настолько, насколько им вообще это возможно. Он командовал одним из крупнейших легионов, состоящим из орков, огров, гоблинов и разных других тварей. Был это в году последней леди, 1241 год, Дере. Дня рождения, наверное. В этом году группа орков предположительно похитила и убила одну благородную особу из цитира, в ответ на что власти отреагировали массовым истреблением орков на юге. Кротан держал прочную оборону, чтобы могло сохранить большую часть его в армии. Сам Кротан был убит в самом конце конфликта, а его голова была вывешена около клубища, где похоронили убитых женщин. Орки иногда говорят, что в этот год всё зашло слишком далеко. Да, Кротаны, слишком мы разошлись как-то. Надо было аккуратней. И что у нас за кольчугом? Кожный доспех Караджи. Кожный доспех плюс 3, заметьте, жизнь и смерть Караджи. Добрый десяток лет Караджи был чемпионом Климшана по боям без правил. Казалось, его невозможно победить. Свои успехи он приписывал в свободе движения, которое ему обеспечивал лёгкий доспех. Возможно, Гладиатор и правда не знал о других свойствах этой брони, но соперники не поверили в его невинность, когда чары на них были обнаружены. Но сверхи пережили последующие избиения, а Караджа нет. Вот так вот. Очень хорошо, классно здесь всё отписано, с таким юмором весёлым вообще. Плодина съели и переварили. Урки перестарались. Походу, история Трала не скорее дуротара, говорит Снегомерюк. Да нет, он не похожа вообще. Стоп, я куда-то не туда иду. А, нет, нет, туда, туда, туда. У нас, видите, здесь проход ещё есть. Мы сюда не ходили. А теперь этот проход открылся, после того, как мы поговорили с тем колемом, ответили на его загадку, и теперь мы можем сюда пройти. Вообще, говоришь, на ММАН хентайный монстр не пристают к ней. Так нет, пристают, как раз пристают. Если читать описание каждого оружия, то стрим должен быть долгим, говорит Сафрон. Нет, ну не каждого, конечно же. Потому что здесь очень много оружия такого, простого. А это уникальные вещи, такие артефакты, можно сказать. Берём ММАН, и опять отправляем её разминировать всё. У неё в прошлый раз, когда она здесь проходила, получилось просто шикарно. Идём потихонечку. Ладно, раз здесь можно пройти, остальных тоже подтягиваем, на всякий случай. Что это у нас здесь? Мы слишком далеко, чтобы управлять этим устройством. А, помните, я рунный камень какой-то брал. Возможно, здесь нужен. Когда вы вставляете костяной оберег в ключевую скважину машины, то чувствуете, как она начинает тихо гудеть, а затем останавливается. Вы уверены, что-то отключилось? Упс, не отключил у кого-то свет, видимо. Вот он, конец света, который так все ждут. А, здесь что у нас? Ловушка сработала, нет. Упс. А, Имаэн, что творит Имаэн? Имаэн, давай-давай-давай, активируйся. Я верю в тебя, ты сможешь сделать спасбросок. Всё, назад, назад, назад. Имаэн, как всегда, разминировала сама собой, в общем-то. Спокойненько. Вот даёт. Да, нам, конечно, сейчас не помешало бы заклинание чистого воздуха. А, нет, чистый воздух на это не работает, на паутину. Вроде бы. Давай, Амэн. Держись, всё пройдёт. Можно, конечно, просто отдохнуть, но, к сожалению, это не работает в тот момент, пока находится кто-то в ловушке. А вы представляете, взять и заснуть где-нибудь в паутине. Так, всё, вышли. Пробуем пройти. Тихонечко. Нет, не получается. Нам нужно дойти до этой ловушки и отключить. Но мы её вместо этого два раза активировали. Говорю же, в башне Имаэн сапоги не помешают, пишет Калиб. А чем это поможет, если мы всё равно бы активировали ловушку Бо? Не, всё, Имаэн не дождётся никаких историй. Она вот, если вы почитаете, всё время очень просит. Ты не хочешь рассказать мне историю о шлюхах и врезенных хвостах? Ну, пожалуйста. В общем, это... Намёк на очень развратные такие истории и сказочки на ночь, которые Майан очень хочет услышать. Никаких сказок на ночь, пока не будешь обезвреживать ловушки без того, чтобы их активировать перед этим. Заходим внутрь. А здесь... Здесь пауки. Что-то они какие-то быстрые, вам не кажется? Да. Давайте мы тоже немножко ускоримся в самый раз. Куда? Ну, вы поняли, да? Да нахер, как всегда, так кастануло, что слов нету. Придётся второй раз кастовать. А также Брэнвен, наверное, стоит кастануть её благословение. Или песню, точнее говоря. Все остальные атакуйте вот этого. Или вот этого. Кого-нибудь атакуйте. Всё, Брэнвен тоже ничего не кастануло. В бою кастовать плохая идея. На совместе для бафов. Когда вы стоите прямо посреди врагов, они вас бьют, а вы так... Браво! Хелм, дай мне кастануло! Ну ладно, забили их всё равно. Здесь, насколько я помню, особого ловушек нету в центре. Зато есть вот эти пауканы. Пауканы фазовые. Они постоянно телепортируются к вам. Ну, под хастой-то как дело идёт, а? А совместе самое классное — это Минск. Минск раздаёт урон просто в огромных количествах. Не то чтобы он постоянно раздаёт его в огромном количестве, но бывают там разные криты на 50 с лишним, например. Новые фразы у персонажей появились раньше, только Минск жёг со своим «Не учите булезать яйца», — говорит Рутс Гуц. А он такой когда-то говорил. Вот это номер. Я такого, по крайней мере, от него не слышал точно. Выключим таким вот нехитрым образом музычку. И что мы видим в этой комнате? Каменный голем стоит. Заставимся перед ним. Это очередной каменный голем с загадками. Вопросы для тебя у меня есть. Пройти может только друг или родич. Яви своё знание истории. Ответишь верно и пусть открыт для тебя. Ответишь ложно и пожалеешь. Второго раза не будет ни для верного, ни для ложного ответа. Ты хочешь ответить сейчас? Да, задавай свои вопросы, голем. Если ты считаешь Дурлага, сына Булхура, громового топора, своим родичем, тогда тебе должна быть известна история семьи, которая построила эту башню. Как зовут старшего сына Дурлага, гордость всего клана? Как его зовут? Фернебол, что ли? Да-да-да, помните Фернебол? Я его еще Фернеболом называл. Это неправильный ответ, говорит мне статую. Да-а-а, щемись! Упс, не слабо нас пробрили. И-и-и-и, давай еще раз поговорим. Вопрос для тебя у меня есть. Да, он еще раз задает вопрос. Но задает в этот раз он другой вопрос. Это ты считаешь Булху... Булхура, громового топора, своим родичем. Да, тебе должна быть известна история семьи, которая построила эту башню. Как зовут мать этих сыновей? Ну, это я помню. Это Ислана, однозначно. Все же был Фернебол, говорит, с семьями. Да, это был Фернебол. Вот я только подумал о Фернеболе, я его получил сразу же. О чем думаешь, что и получаешь в этой игре? Она шикарна. Это Ислана, однозначно, мать. Да, это правильный ответ. Но остается еще один вопрос. Дурлак, основатель клана, получил свое имя не от отца. Он получил свое имя в честь совершенных им подвигов. Огнем и топором он очистил эту землю от тех чудовищ, когда одного топора было недостаточно. Назови второе имя Дурлака. Но это мы помним. Дурлак, убийца троллей. Это было на сегодняшнем стриме у нас в самом начале. Это правильный ответ, но остается еще один вопрос. Отец, основатель, потерял свой клан во время смуты и предательства. В будущем завладели его двойники, и Дурлак остался без клана. Это объединяет его с отцом, странником, который полагался только на свое оружие. Назови мне второе имя Балхура. Обыкновенный здравый смысл, лишь он нужен, чтобы ответить на этот вопрос. Так его оружием был топор, поэтому он является громовым топором. Это правильный ответ, и вот ключ от того, что тебе нужно. Вот загадка в том, что будет. Кости пройдут там, где не пройдет плоть. Страж сопроводит кости. Говорит он, и вдруг внезапно нас телепортирует опять в то же самое место. Сейвемся. Вальд как на экзамене, говорит снегами. А то. Причем, представляете, вы сдуете экзамен по предмету, который вы не учили. Вы пропустили весь... Не то, что семестр, вы весь год не ходили. Преводователя в первый раз в жизни видите. Кто такой? Какой-то бородатый, маленький, низенький, толстый. Однозначно дворф. Ну, есть такие преводователи, бывают же. И он вам начинает задавать вопросы по какой-то теме, такой мутный-мутный. А вот шпаргалок даже нету. Всю ночь вы забивали перед экзаменом на экзамен с еще большей силой, чем мы до этого. И в итоге вы попадаете на комиссию по пересдаче. И вас сразу четыре преподавателя спрашивают. Четверо. Встают вкругом вокруг вас. Издают вопросы. Каменный голем. С каменным лицом, главное, стоят такие. На мне все закончилось. Теперь расскажи о моих бедах. Покажи, что ты знаешь о них. Откуда пришла моя боль? Куда она не несла удар? Где она укоренилась? Где она засела? Говори, покажи, что ты понимаешь меня. Хм. Какой сложный вопрос. И варианты-то разнообразные. С востока, с юга, с запада. Но куда-то пошла. Давайте сначала с остальными статуями поговорим. Сейчас я не буду делать выбор. Ты сделаешь выбор, и при том быстро замешательство выдает в тебе чужака. Эм. По-моему, вот эти статуи рассказывают истории. Все началось с нас и наших господ. Те, что с щупальцами направляли. И мы тихо убивали под покровем ночи. И мы прятались среди детей. И сначала расправлялись с самыми слабыми. Никто не увидел нас. Никто не заметил. Никто не выжил. Когда Турлак заметил обман, было уже слишком поздно. Его собственные родичи пошли против него. И он убил своих двойников. Это началось с нас, пришедших с запада. Вот теперь мы знаем, что все началось с запада. Но куда пошло после запада? Это не мое лицо. Захватчики отняли мое истинное лицо и похоронили его вместе с моим телом. И телами моих товарищей. Я был среди последних, но не самым последним. И я видел этот ужас. Мой ребенок напал на меня, но это был уже не мой ребенок. У него было лицо моей дочери, но я знал, что она уже мертва. Топельгенгеры проникли в наши ряды. Мы не могли сражаться против самих себя. Лучше умереть, чем убить себя. Что останется от человека, если он будет вынужден убить свою семью и себя? Я был среди последних, но не самым последним, говорит Каменный Голем. Наверное, с запада на север? Или как? Нас наняли после того, как отгремели бои. Дурлак призвал нас, чтобы осуществить свою мечту. Мы сделали все, что могли, но его видения становились все мрачнее. Вскоре мы уже ничего не могли разобрать в них. Мы бородились среди его упавших родичей, и мы ходили по его сокровищам. В конце концов, мы начали опасаться за свою жизнь, но он боялся сильнее. Я так и не понял, хотел ли он укрыться от врагов или заточить себя самого. Думаю, то и другое. Нас наняли после того, как отгремели бои. И мы сделали все, что могли. Ну, насколько я вижу, события происходили так. Сначала какие-то существа в тенях пришли, да? Они захватили членов семьи, и члены семьи умерли. Потом Дурлак нанял людей для того, чтобы охранять его и строить ему крепость. Там ловушки всякие и прочее. И, в общем, потом в итоге он остался один. Вот как-то оно так с запада на север, на восток. С запада на юг. Ну да. Это единственное, что я могу из этого вынести. Давайте попробуем такую версию. С запада они пришли. А, с запада беда пришла. Затем с юга, затем она захватила восток, а теперь находится на севере. Тебе удалось кое-чему научиться. Пока что ты сможешь здесь выжить. Да, мы смогли. И телепортируемся опять на то же самое место. В этот раз нам нужно идти в другую сторону. Давайте откроем вот эту дверь. А чтобы ее открыть... А чтобы открыть, мы воспользуемся навыками МАЭН. Оп, оп. Отдыхаем, конечно же, потому что что-то все у нас устали ужасно сильно. Прекрасно. Возьмем МАЭН, опять отправим вперед. Тихо, в тенях бродит МАЭН. В поисках ловушек. Найди ловушки. Хотя, в принципе, она может, как обычно, фейс-чекнуть. Забежать в ловушку. Площадь фаербол. Удар молний. А, это то же самое место, где мы уже были. Сюда нам не нужно. Все, ясно, ясно, ясно. Теперь мы можем пройти сюда, наверное. Вот, в последнее место. Которое нужно обойти на этой локации. И потом, после этого, мы будем готовы сражаться с финальным боссом. Нет? Да, 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 действительно. Вот, дверь появилась. Все. Проходим. Лутил я спальню, спрашивает Фаленкэт. Да, спальню я полутил полностью. Я там все нашел, что нужно было. Всякий классный кошерный лут. А здесь, здесь... Здесь, насколько я помню, здесь особо ничего такого опасного нет. Вроде бы ловушка не должно быть. Зато есть стрелы, снаряды. Вы смотрите, сколько всего классного. А Жанец, правда, все это определять не умеет совершенно. Стрелы плюс один, и мы им пригодятся. А мы сюда наши плюс два снаряда для порощи добавим. Там выше еще скрытая дверь была вроде, говорит, во Флейм. Выше, 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 выше. Где-то, знаете ли, вот тут, по-моему, да? А, нет, нет, нету никакой скрытой двери здесь не должно быть вроде. Неважно. Если что-то действительно я упускаю, то потом мне напомните, и мы найдем это. А пока бьем большого пыря. Успешно вполне. Противоядие не надо, масло скорости в печь. Взяли мастерского воровства, возможно, стоит взять. Потому что Маян воровать вообще не умеет, в принципе. Ну, не способная она такая вот. Бедняжка не научилась в свое время воровать. Как теперь выживать в этом суровом мире? Ап не левел, да и на хейр. А, да, у нее левела, поэтому я все не обращаю внимания на это. Давайте поднимем Е-уровень. У нее появились два заклинания уровня 5. Мгм. Хитпоинты повысили, все отлично. Ну, я, к сожалению, больше кроме вот этого облачка ничего нету. Единственный спел пятого левела. Моя honora — это моя жизнь. У нас в sitio с три. Кого мы видим? Кусинцы из Клеопа. Большой упырь. Они все бегут к нам. Упс-упс-упс. Брэнлен, по-моему, атакуют. Кудняга Брэнлен. Давайте убивать этих упырей быстрее. Брэнвен! 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 Добили Это будет отличнейшим поводом для того, чтобы взять нам Так, нельзя передать предмет, нет места Ну, плевать Передадим Минску Это будет поводом для того, чтобы отдохнуть, выспаться Наконец избавиться от этого состояния И сохраниться Что же у нас здесь есть интересного? А здесь у нас есть разные тайнички Сейчас мы их откроем А там у золотом в тайнике Богатые тайники И дверка Дверку пока открывать не будем Дверка нам понадобится чуть позже Также я вижу что-то А, слушайте, я там что-то вижу Серьезно, как туда попасть? Наверное, где-то снизу обойти нужно, да? Нет, снизу тут все Здесь тупик Странная какая-то часть подземелья Возможно, здесь есть проход отсюда Но мы вернемся после того, как обследуем западную часть подземелья Вот это вот Потому что в западной части подземелья находится еще одна руна Которая нам очень нужна Вот бренды Он все время и хочется на передовую вылезти Минска свиток пятого левела Вроде майн-контроль дамага Серьез ли? Это не пятого, по-моему А, нет пятого, серьезно, пятого, да Здесь нет места, куда бы что бабы убрать Уберем вот это вот Теперь можем передать Упс Пятый левел А, к сожалению, его выучить нельзя Здесь банально вот эта школа недоступна для изучения Что поделаешь Только хотел я с помощью вызова меню опять отключить этот звук Как внезапно понимаю, что, по-моему, у меня переключено и не то оружие здесь, да Вот эту прощу лучше взять Согласен Росгудс Печально, печально, что нельзя выучить Я понимаю, Палыч танк, но Клерика может тоже защитить получше Например, щит передать, говорит Калибр Щит передать? Какой щит передать? Большой щит? А может ли она пользоваться большим щитом? Сейчас проверим Кстати, у нас же хороший, очень большой щит Так, большой щит плюс один Во Плюс четыре против метательного Да, она реально может пользоваться этим щитом Прекрасно Спасибо, а то я сам бы протупил, забыл про это совсем Что же у нас здесь за дверь? Отправим им Айну узнать об этом Как я и думал, ловушка Опа И только мы открываем эту дверь, там видим огромного упыря И даже ни одного Он с компанией Ммм, цветок определения полная чушь Нафиг не нужно За том, что у нас здесь О, золотишко Золотишко, полная чушь Оно у нас уже почти что никому не нужно Можем, кстати, минску передать Зелие лечения Потому что у него нет их вообще За пеканцу можно дать Зелие лечения Одно можно сюда передать А места нету Вот так вот померзли немножко Я же сказал, за пеканцу Вот И появилось еще немножко места Для того, чтобы собрать еще больше Классного, нового, свежего лута Двигаемся дальше Самое главное здесь Обратить внимание на то, что Есть слизь по бокам В нее лучше не наступать Она довольно опасна Потом идем осторожненько так У Брэйна за счет перчаток Такая сила, говорит Калиб Да-да-да Именно так На 18 она А у Аджентиса У Аджентиса 18 ловкости За счет перчаток Так, кто это там? Чарж! Угу Что-то у нас здесь Зелье силы Не нужно Зелье свободы На всякий случай возьмем Ну там же комната, говорит Валенкэт Где комната? Какая комната? Вот эта комната Она будет уже Нами обследована под конец Мы не сразу будем это делать А здесь где? Какие комнаты? Я что-то пропустил, что ли Ты хочешь сказать? Да нет, вроде бы Внизу комната А, вот это вот Хе-хе-хем Ну да, да Здесь довольно-таки сложно Пробежать Не Наступив во всю эту мерзость Давайте выманем просто его Оп-оп Подпустили поближе И атакуем Теперь опять Отправляем ажентисом Будет ли удовольстви Вот это вот место Давай Тысяча четыреста Или сколько там Тысяча восемьсот восемьдесят На самом деле Монет целых Тысяча восемьсот восемьдесят Да, это стоило Того однозначно Что мы здесь видим? Здесь уже ничего интересного Или есть? Не, есть интересное что-то Жезл Зелье силы Ладно, зелье силы Наверное, не стоило брать А вот Исцеление Мы сейчас выпьем одно сами О Вот это сюда заменим Упс Такой вот микроменеджмент Вон там рядом с упырем Стенка-то широкая Да тут и больше было же Есть вон Твоя комната с упырем Чуть-чуть-чуть Арина Фогнит говорит Теперь ты богат Да Наконец-то богат Можно сказать Пришло признание Отца на конец игры Наконец-то Тысяча восемьсот восемьдесят Золотых А я так бы им жевал до этого Ну это такая довольно-таки Толстая ирония Потому что У нас сейчас Тысяча Стосидят четыре тысячи Почти сто шестьдесят пять тысяч С собой Это я бы вам сказал До В общем Дофига Есть именной упырь ниже А я знаю Сел Конечно Мы за ним и идем Навстречу с ним Если видно Внутреннюю сторону стены Она проходима Говорит Полинкэт Что, Сиризли? Вот никогда бы не подумал Каждый раз Что-то новое Знаешь После этого Тебя отправляют Че-че-че Там по-любому А, это уже старые комментарии Ясно В этом подземелье Очень много скрытых дверей Да я уже понял А, нам сюда нужно же было войти Лол Лол Нам сюда и нужно было идти Да что же творится-то А я тут Потихонечку обхожу Правда, там Брэнвен где-то стоит Брэнвен-то где вообще? Э, ладно Пусть стоит Кому она нужна, правильно? Можно, конечно, было Попробовать у нее Диспел кинуть Но Ну и плевать Ну, как вам, а? Это мне напоминает Радиоактивную пещеру Во Фоллауте втором Так, осторожнее, осторожнее Надо дождать Брэнвен Сейчас она себя быстренько пролечит И мы тогда отправимся внутрь Ну что там, кастанем Всякого на себя Что без кастов Очень сложно Да Да, детка Тебе нравится это Да, видимо Ей очень это нравится Так Излечение Неплохо Неплохо Теперь Защиту от зла Обязательно На Дженте Как минимум На Брэнвен Давайте, кастуйте Слоу Поки Кастуем Кастуем, кастуем Ещё кастуем Хасту, конечно же Так, стоп Она у меня была На этой панельке Уже закреплена Во Ещё там Аджентис кастанул Чё-то, да Кастанул Теперь на Минск Всё Готовы Готовы к тому Чтобы покорять Куда, куда Ты нахер Хитра Ой, хитра И тут мы видим Граэль Зачем вы пришли В это проклятое место Вы глупцы И при этом обречённые Добро пожаловать К обречённым Но останьтесь здесь О да Останетесь Я охраняю Труп этого глупца Дурлага Ведь Всё равно Здесь нечем заняться Назад Мерзкая тварь Твоя порча И не подействует На меня Нет, это скорее Аджентис должен Говорить А ты кто? Отвечай Осторожно Ведь возможно Это твои последние слова Нет, вот третий вариант Он абсолютно Унизительный Для этой нежити Что ты за зверь? Отвечай Бездное создание Бедное создание Бедное создание Я не нуждаюсь В твоём утешении Это место Вечная гробница Для тех Кто погиб В великой битве А ты хочешь Пожалеть меня? В обычном состоянии Я бы смеялся Над твоими словами Сейчас они пробуждают Во мне ярость Сейчас ты ходишь По земле Как когда-то Ходил я Но тебя ждёт Та же судьба Что и меня Смерть пою с чудовищем Чьи силы Невозможно вообразить Отличие лишь в том Что на этот раз Дурлак не сможет Присвоить себе Всю славу Мы тоже Сражались С демоном Мы тоже Бились Ооо Но легенды Слагают о Дурлаке А не какой-то Нежити Ужасная судьба Я могу как-то Помочь тебе? Ты Ты ничего Не можешь сделать Ничего Разве что Запомнить мое имя Ты можешь Запомнить Эту битву И мое имя Тогда я смогу Выйти из тени Дурлака И того проклятого Демона Сразись со мной Бейся Изо всех сил Запомни этот бой Окей Запомню обязательно Давайте отбивайте Кто там Слакает Двое уже Слакают Вы посмотрите Так Определенно Придется Сжарить Куда? Куда? Твой искусственный Идиот Так Окей Можно Можно Конечно Наложить Диспел Но что-то Мне этого не хочется Делать Давайте просто Его прожаривать Причем он Бьет Брэнвин Заметьте Брэнвин Бедняжка Сейчас Того Гляди Скопытится Она не может Себя лечить При этом Придется Тогда я лечить Запеканусу Так А у него Всего лишь Серьезные Раны Ну как бы Я на все Прожариваем Прожариваем Господа Не стесняемся И Аджентис Тоже Прожаривает Потихонечку Серьезный Оппонент Ничего не скажешь Особенно Когда у нас Главный ДДшник Выведен Из строя Потому что Минск Наносит Самые Большие Повреждения Он Самый Сильный У нас И Майан Тоже Выведен Из строя Вся Надежда На Аджентиса Запекануса При смерти Есть Затащили Да Ксел Говорит Давай Упырь Аджентиса Тоже Парализуй Болеешь За Этого Мертвого Он уже Теперь Окончательно Умер Уф Смогли Что ж Сможем Лима Отдохнуть Здесь Спокойно Да Смогли Отдохнуть Все Мы Наконец-то Вылечились Что у нас осталось После Этого Трупа Давайте проверим Наличие ловушек О том Ма Всякое Бывает Здесь Похоже Ловушек Нету Да Здесь Какие-то Наручи Интересно Что за Наручи Наручи Защита Класс Защиты 8 Фигня Полная Только Лужи Ничего Больше Хорошо Ходим Тогда Отсюда Там По-моему А вот Там Что-то По-моему Осталось Да В темноте Только что Я сейчас Был Вот здесь В темноте Зародился Большой Упырь Вот С его Тела Упал Очередной Рунный Камень Или Оберег Не знаю Что это Правильно Как Назвать Тела Уснула Майя Заметьте Сразу Майя Согрелся Чуть Что Нагрится Майя Хитрюги А От Хитрюги Сейчас Кстанем На всех Быстроту Чтобы Они Пробежали По этой Луже Очень Быстро И Семь Не Задерживались В ней Понеслась Все равно Получали Повреждений Что ж Куда нам Нужно Двигаться А Да Вот В той Самой Дверке И Пока Мы Двигались Встречаем Еще Нежить Она Реально Здесь Самая Ницца В темноте Под хостой Все выглядит Очень Забавно Вот Кстати Все Хотел Спросить Говорит Валенкэт Нафиг На всякий Хлам Тип Этих На ручей Или Кник В мешок Тащить Нафиг Это хлам Мешок Тащить Не знаю Привычка Просто Просто Дурная Привычка Бывает же Такое Это что-то Тип Клептомании Пробежали На хосте И теперь В этом туннеле Надо быть Очень Осторожными Фу Сейвимся И потихонечку И маем Проходим Вперед В войсках Ловушек Он Продолбал Еще одну комнату Да, он заминирован Между прочим Что это такое? Язык пламени Язык пламени Плюс один Было время Когда в Нивервинтере Было тепло А Великая Анаурох Еще не была пустыней А по крайней мере Так говорят Немногие Немногие религии Дошли до наших дней Свидетельствующим Освидетельством Товом Что такие времена Существовали И что меньше Из них Имеют внятное Предназначение Еще меньше Так Смысл Горящей земли Достаточно Прозрачен Она сжигает Жертву Магическим огнем Вычурная Руна На ней Позволяет Предположить Что магическая энергия Исходит С самой земли Но кто создал Ее Остается загадкой С виду Это прекрасное Удобное оружие Но что-то в балансе Рука эти Кажется неправильным Она как-то не так Как-то не так Лежит в руке И слегка Неприятно Напрягает запястья Это не мешает В бою Но воина Преследует Навязчивое ощущение Что меч Не приспособлен К руке человека И вообще Любого человека Образного создания Урон Плюс два Против регенерирующих Плюс три Против создания Холода огня Плюс четыре Против нежити Фактор скорости Три Фактор скорости Три Наверное Это значит Нет Он быстрый Вроде бы В чем его Неудобство Выражается Непонятно Давайте определим Посох Эээ Слишком далеко Слишком далеко Подтягиваемся Господам Да и посох Крутой Говорит Ксел Сейчас Передадим Этот посох На определение На опознание Сейчас Запеканус Мог бы Открыть Свой собственный Бизнес По опознанию Предметов Ударный посох Ударные посохи Производят Золотые эльфы Дрелагары В Эвермите Такое оружие Живет собственной Жизнью И само прыгает В руки Хозяина Во время атаки Эльфийские мастера Редко продают Их другим расам Время от времени Это могучее оружие Ближе него боя Все-таки появляется Фейерунья Однако Каждая атака Сделанная Таким посохом Отнимает Часть его силы Когда заряды Кончаются Посох Испаряется Ух ты Испаряющийся Посох Что? Забавно Отдадим Ты нахер Пусть испаряется Не в руках Сколько у этого Повреждений 1D6 Плюс 1 У того Повреждений Гораздо больше Уж не знаю Ударный посох Рассыпется или нет Или это просто такая Фигура речи Такой оборот Меч как бы намекает Что владелец краб Говорит Флинк Краб А Огненный краб Помните В Дэнжен Кролле Огненные крабы Вообще замечательные существа Они в меру опасные И в меру неприятные Где там у нас еще Вот какая-то есть Штука А там ничего интересного Фактор скорости Минус 1 Говорит Фогнита Минус 1 Да Это новость Переключить Да нахер Напрощу Воистину Правильное решение Не ту кнопку нажал И чуть было Не разминировал Телом И Майяна опять Не, ну она конечно Специалист в этом Че уж Как можно так быстро Проходить Говорит Игикс Быстро Я так понимаю Это легкий Сарказм Очень легкий Почти незаметный Здесь у нас Ничего нет Да, ничего нет Не минус, а просто Один Говорит Игикс В смысле Да нет Какой ужасный этаж Давно не чистили Этот этаж От грязи И кала Походу Сделали Это были Септик башни Вот и монстры Поволодятся Все что угодно Возможно Здесь Башня Дурлаг Очень странное место Очень много По неподающихся Рассудку Логики Странных вещей Что я тут вижу А ловушку я тут вижу Че Сейчас бы по ней Прошел бы А там бы еще десяток Вот так вот поставить В самом тупике Чисто нежданно Негадно Внезапно Так Где мы-то Находимся там А здесь по-моему Проход должен быть Какой-то все-таки А нет Он здесь вот За заворотом Разминировала Молодца 10 баллов МАН Прекрасно Просто Как всегда В своем стиле Фейл ин каминг У меня был На несколько квестов Назад крик сел Я был вынужден Откатиться Ничего себе Откатиться Это всегда неприятно Вот так вот происходит Самаян время от времени Берет и Здесь я разминировал Или нет Еще нет наверное Да Вот она ловушечка А здесь Что у нас Так ладно Засыримся Куда Четерись Он воскрешает Рекомендует Игекс Чем воскрешать Чем воскрешать Слезами Мальбами И моя Начнись Все прощу Где-то здесь Ловушка должна быть Она на нее Наступила Определенно О, вот точно Обезвредили Фу Сейчас еще Какую-нибудь найдем Обязательно должны Там дальше Еще вроде Есть Да Фаленкэт Я чувствую Что здесь Хватит Ловушка На нас На всех Тишина Все ждут Что произойдет С Майан И стоят Вздыреке Осторожненько Так наблюдают Смотрят На Майан А она Бедняжка Чувствует Себя Как будто бы Ее просто Предали И продали Отправили На смерть В одиночку В смысле В тупике А, в тупике Ну, значит Можно бежать здесь, да? Можно бегом Проходить Сейчас разгонимся И врежемся В какой-нибудь Фуэрбол С меня довольна Желается Майан Ничего не поделаешь Работать надо Но пока занимается Тем, что осматривает Вот этот сундук Или эту кучу мусора Мы тоже сюда подойдем Они там ставки делают Говорит нам Хсири Ставочки А Майан На них злобно косится Ладно Славы А тут оказывается Все очень спокойно Не зачищено Есть, конечно, куча камней Просто куча Куча Реально Вот Когда я говорю куча Я подразумеваю Вот эти Тьмы Натурально Я не могу себе Отказать в том Чтобы полутать Эти камешки Я обязательно Уже скоро Выберусь Из этого подземелья И у меня будет Возможность Все это продать Упс Не сюда Или сюда Эй Не важно Куда-то там Камень передался Кому-то Так Что у нас за Камера Да Короткий меч Плюс 1 Не интересует У нас короткими мечами Пользуется только И Майана У нее уже Плюс 2 Меща есть Полутаем дальше И все, полутала камни Хорошо У тебя там нет, Сэпа хорошего? На смену молоту Клерика Нет, Калиб, нет, к сожалению, только плюс один А молот плюс два Из-за кучки камней 13 козлот Их стоило рисковать Моя энфига, говорит, инфогнито Да что, ну, экстрим небольшой Но по молодости это нормально Для аймаэнта 13 к голды в сундуке 13 к голды, а 179 здесь вас не смущает? Потому что голды у нас просто столько, что Ее неизвестно куда девать, солить, разве что Это как главгады местного убивать собираешься Халявно, она без опыта или страдает, но за опыт За опыт, конечно, Флинкет Нам очень нужен опыт Посмотрите, сколько у меня опыта сейчас У нас до левелапа осталось всего-то там где-то 5000 с небольшим У нас будет отжанить с 8-го левела У нас, ну, Брэндон, конечно, не светит ничего У нас будет еще 5000 с небольшим и Минск 8-го левела Тут тоже ничего не светит А если здесь 15 тысяч, нет 16 нафармить То и майн поднимется аж до 10-го И майн самое старшее здесь по ходу по левелу По серпе татаманом станет, говорит Синепанк Конечно, конечно, если вы знаете, чем заканчивается второй Балдорс Гейт Точнее говоря, Тронбаала Там о конце рассказывается, по-моему По крайней мере, есть история у героев Чем закончилась, собственно, их жизнь Точнее говоря, как она дальше продолжалась Уже прозакончилась, это я зря Вот, и СМН, ну, узнаете, увидите Будет еще время у нас Не было ничего заранее говорить Последняя загадка Это был конец всему Здесь я стоял Здесь я убивал их одного за другим Это были двойники с лицами моих близких, моих родичей Они отбросили притворство И обнажили свое оружие против меня Я бился до последнего Я убивал оборотней, что приняли форму моих родных Я проклянал их за то, что они уничтожили мою мечту Но вина лежит не на них Вина лежит на том, кто не смог спасти от моих родичей Вина лежит на том, кто бежал от опасности Это конец всему Отвечай, на ком лежит вина Вина Ты думаешь, что вина лежит на всех В твоей гибели виноваты все остальные Ты считаешь, что вина лежит только на тебе Вот этот вариант больше мне нравится Вот очень длинное вступление каждому варианту Но конец он только в последнем предложении Считаешь, что вины нет ни на ком На захватчиках вины нет Так как они действуют соответственно своей природы Часть вины Какая-то вообще фигня Считаешь, что во всем виноваты именно они Нет, он определенно говорит Что вина лежит на том, кто не смог спасти моих родичей А кто спасал-то родичей, он сам спасал Так что Ты считаешь, что вина лежит только на тебе Да, ты понимаешь меня Возможно, тебе удастся выжить И последний телепорт Нас отправляют последний раз к началу Теперь у нас одна единственная дорога Дорога к славе Дорога к чести Дорога к победе Но самое главное Дорога к добру и луту Где у нас тут А я что-то не активировал, по-моему, да Что-то нужно было активировать По-моему, здесь Или нет Где-то что-то нужно было активировать Тем рунным камнем, который я нашел Трон я нажимал Справа Справа, 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 справа Справа у нас Где мы вообще? Где мы? А тут закрыто Так, справа, 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 справа Что-то я уже не помню Какое справа имелось в виду Сейчас искать буду, чувствую Вот это вот мы активировали, помните, да? Дверь справа от места, где ты стоишь Окей Вот это дверь справа Еще дверь справа Ключи дурлага Тут, помню, нужно рунный камень был По-моему, вроде бы Заюз еще раз Если я не ошибаюсь Сейчас быстренько вспомню Что там требовалось от нас Так Ну, вопрос надо задать Да, ответить правильно И должен появиться призрак Поговори ты с ним С призраком поговорить? А он сам должен Со мной, по-моему, заговорить был Тебе удалось найти Зайти далеко и много увидеть Но не все решаются остаться Я предлагаю тебе уйти Не тревожь больше духа Покинь это безумное место Да, дух не хочет заговорить А, там появился другой дух Я туплю Все Все-все-все-все Все Да-да, если дошло Дай мне силу Хелм, даруй нам силу Мы набираем обороты И бежим к тому Кто нам сейчас расскажет Куда дальше двигаться Вот он, призрак Дурлага Давай, Джансис, торопись Ты выживешь здесь Ты понимаешь, что создала ненависть, страх Нужно не дать им усилиться Существо в подземелье Невероятно могущественно Его нужно устранить Иначе оно захватит башню Такая крепость станет неприступной Угу Если здесь есть зло То я уничтожу его Зло есть всегда И внутри, и снаружи Поступай, как знаешь Будь свободен Следуй за мной Он не спеша Так потихонечку В слоу-мо-шен Двигается вперед Наверное, мы его опередим Побежим сюда сами Нам нужно поговорить с ней теперь Теперь долой сойти Предлагаю уйти Рано Видимо, еще Скрипт у нас не доработал Ждем Вот они Беспощадные скрипты Где нежданчик, спрашивает Мепкинг Нежданчик? А какой ты нежданчик имел ввиду? А, ну все Дверь открыта Да Теперь нам просто Он открыл дверь Можем сюда заходить Смотреть, что у нас тут А кто тут нас ждет? Клэр Делейн Говорит Стой, где стоишь? Мой лук направлен тебе в шею Ты не дойдешь до меня живым Эй, успокойся Я не враг вам Ты кто такая? Кто я? Я идиотка Которая подлумышенно Смогу напасть на эту башню Как будто это какая-то Нора Кобальдов Но вы так же глупы Как и я, да? Вам лучше составить завещание Если вы намерены тут остаться Мои спутники пошли вперед Коротким путем А я осталась здесь Когда получил удар по голове Они уже мертвы И скоро мы последуем за ними Меня зовут Клэр Делейн И я должна умереть А, подожди Что произошло? Было ясно Что здесь прошла еще одна группа Достаточно умелая Чтобы зайти так далеко Но мы не были слабые Нетрусливые Нас подвела неопытность и глупость Они пошли вперед Пока я отдыхала И я слушала Как они умерли Я слушала Я не должен То она То слушал То слушала Так это Клэра То он или она Неважно Я слушала Я не должно было Приводить в это место Таких молодых людей Они были старательны И не понимали Все опасности Мы могли обезвредить Ловушки Убить простых чудовищ Но настоящее зло Я не должен был Приводить их сюда Так что по вашей имени Мне хотелось бы узнать С кем я разговариваю Нет я уже узнал Возможно они не все пропали Нельзя терять надежду Так быстро Надежду Я потеряла надежду Когда слушала их крики И знала Что не могу им помочь Да действительно То в женском роде То в мужском о себе говорит Я даже не могу Подобраться к этому существу Вы разве не видели Не слышали Самое ужасное в том Что оно само Даже пальцами пошевелило Они сражались сами с собой Ну или с чудовищами Подобными им Полагаю это вполне Соответствует история Этого места Так что не говорите Мне о надежде Мои друзья мертвы Так а что с ними Случилось то вообще Это я уже видел Если вы не желаете Ити вперед То лучше вам Отойти в сторону Ой нет Вы понятия не имеете Что ждет вас впереди Так Это демон рыцарь Демон рыцарь Это чудовище Настолько же редкое Насколько злое Оно одно может Уничтожить всех вас Но лишь Если решишь Что вы достойны Этих усилий Мои друзья Пошли вперед А попали Напали на него Как на какого-то Неуклюжего скелета И оно смеялось Над ними Оно даже не сделало Попытки поднять Свой меч Я буду соблюдать Осторожность Но дать задний ход Я уже не могу Это не важно Ты понятия не имеешь С чем тебе предстоит Встретиться Слушай Каким таким заклинанием Оно разгромнило У всех твоих друзей Я слышал О подобных вещах Опять слышал Теперь он опять мужик Это Как пол-литровые мыши Мужская сила Активируйся Женская сила Активируйся Ну в общем Небольшое психическое расстройство У этого человека Из-за того Что он потерял всех своих друзей Находится сейчас в одиночке В таком месте А тут где-то Рядом Демонический Рыцарь смерти Создаётся ощущение Что она вовсе не она А он Говорит Рыгун Клэр Женское имя Да Клэр Всё-таки Женское имя Ну По крайней мере Насколько я Представляю себе А вот и нежданчик Говорит Мепкинг Да уж Такой нежданчик Трэп Но тут какой-то Непонятный Персонаж Будем его называть Оно Я слышал О подобных вещах Но никогда не думал Что когда-нибудь Увижу такое Эта подлая тварь Была совсем не прочь Поговорить Со своей победе Оказалось Что у него есть Зеркало противоположностей Ну или что-то В этом роде Тот кто взглянет В него Обречён сражаться Своим двойником Если он терпит поражение То умирает А если нет То убивает Собственный образ Говорят Что от этого Сходят с ума Так что Шанс выжить и есть Но я там И секунды не продержусь И зачем ты пришёл сюда Или пришла А вот теперь мы обращаемся К ней В женском роде Зачем ты пришла сюда Если это существо Непобедимо Мы не были полными олахами Не собирались сражаться С демоном-рыцарем Нам нет Нам не нужно было Подземелье И его сокровище Думаю Это было Тоже глупо Но ведь Ты никогда не рассчитываешь На то что умрёшь Иначе вы все сидели По домам Боясь высунуть нос Мои друзья Упустили Свои единственные шансы Поплатились за это Я не в силах им помочь Ммм О каком шансе Ты говоришь Ты же сказала Что эту тварь Нельзя победить О У меня было время Чтобы подумать над этим Я не мог Опять мужской рот Это просто взрыв мозга Я не мог двигаться вперёд Не мог повернуть обратно Возможно Эта тварь знает Что я здесь Вряд ли Это беспокоит Правда Но я всё думаю Над её словами Это зеркало Противоположности Оно Очень мощное Возможно Оно подействует На самого Демона-рыцаря Легенды Гласят Что эти демоны Устойчивы к магии Но Кто знает У любого правила Бывают исключения Я запомню твою историю Точнее Говорит твою теорию Но думаю Что мне придётся Применить силу Похоже Что только это Подействует на тварь Как хочешь Но я уверена Что ты умрёшь Ужасной смертью Желаю удачи Она тебе понадобится Брейнфак натуральный Просто Ама Хочешь Чтобы твоя группа Добывала Уголь в её шахте Говорит Егикс Что-то как Двусмысленно Звучит Знаешь А прочистить Дымоход Ей там не надо Он с горя Надём на голову Клок шерсти Говорит Баттл Харвестер Я его понимаю И ещё Решил называться Клэр Ну Так Для колорита Жизнь просто Такой персонаж Какой-то Я не понимаю То ли это Такой перевод Специально Исковерканный То ли он просто Случайно Исковерканный То ли там В оригинале Такое было Но неважно В общем Когда играешь В русскую версию Всегда стоит ожидать Какого-нибудь Такого лёгкого Подвоха Ладно Быстренько Давайте сейчас Займёмся тем Что облутаем Последние сундуки Ничего себе Полутали Жизнь Что это заплачем Накидка Щита Эта накидка Создает Энергетическую Сферу Которая Защищает От метательного Оружия Она также Несколько Замедляет Оружие Ближнего Боя Добавляет Плюс 5 К защите От метательного Оружия Плюс 1 К защите От всех Атак На 1 Ход Количество Зарядов Неизвестно Ладно Наденем сюда У нас Площа Нет у неё У всех остальных Есть Что ж Перед тем Как нам Отправляться На бой Мы обязательно Отдохнём Полностью Восстановим Свои силы Переводчик Наверное Перевозил По пьяни Говорит Не панк Всё возможно Тут фиг Разберёшься И мы Заходим Наверх Но Сразу Мы в бой Не пойдём Естественно Нам нужно Сначала Обкаст Не просто Обкаст Нам нужно Ещё И засамонить Разных Существ Поэтому Сначала Сомним Существ Естественно Что Можем Сомнить Сомним Здесь Сомним Тут Здесь Кастуем Защиту Здесь Кастуем На себя Вот Какое Синхронное Колдовство Началось Страшное Адское Колдунство Колдует Наши Персонажи Так Есть Первый Баф Хороший Теперь Кастуем Второй Баф Тем временем Защита От Зла Есть у нас На этом Персонаже Защита От Холода Льда Нет Ещё Так Есть Теперь Кастуем Ещё Одну Защиту От Зла На Милишника Сыревок Сыревок Убьёшь Сегодня Спрашивает Процетамол Нет Сыревок Я точно Сегодня Не убью Это Однозначно Всем привет Пишет Эндрю Слушал Твой стрим В машине Действительно Даже Просто Слушать Прикольно Спасибо Трап Может Наплодить Дикий Маг У него Ездит В диких Эффектах Смена Пола Вроде Не всегда Грид Кенайт Смена Пола Жесть Нет Я Визуал Пояс Который меняет Пол проклятый Тоже Забавная Штука Была Че Еще Каст 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 Мы Вот Такую Штуку Как Хаст 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 Есть Защита Есть Все Каст 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 Полный Набор Сохраниться Можно Да Можно Сохраниться Но Фейл Инкрайминг Это Наш Самый Главный Сейв Для Подобных Ситуаций Теперь берем Вот этих Вот Существ И отправляем Вперед В качестве Мяса А вот И наш Главный Герой Добро Пожаловать Как Сказал Паук Мухе Вы умрете Здесь Я уверен В этом Напрасная Бравада Я не боюсь В конце Концов Так И будет Вы Все И ты И эти Щенки Позади Мухи Не заслуживающие Внимания Эти Дети Забрались Туда Куда Не следует Они Сослужили Свою Службу А скоро Сослужишь И ты Они Просто Дети Но Сейчас Тебе Предстоит Встречаться С достойным Противником Они Не стоили Того Чтобы Марать О них Мой Клинок Они Сами Убили Себя С помощью Моей Безделушки Они Должны Быть Благодарны Мне Что Я Позволил Умереть Самим А не Передавил Их Словно Жуков Но Один Остался Жив Возможно Мне следует Убить Его С помощью Древних Ритуалов И сделать Из него Настоящего Слугу Тогда Он Переживет Своих Бесполезных Спутников В форме Нежити Их Возраст Это Твой Возраст Это Возраст Всех Смертных Легенду Ты узнаешь Что такое Сон И я Так И останусь Жить А я Так И останусь Жить Вы Принесли Пользу И теперь Ваше Время Истекло Нужна Была Эта Неприступная Башня А вы Глупцы Очистили Ее От Ловушек Безумец Дурлак Построил Для меня Хороший Дом А вы Подмели В доме Полы Ха 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 Так Я не знаю Что ты Собираешься Делать Но это Неважно Тебе Не победить Я буду Сражаться С тобой До самой Смерти Твоей Решительности Хватит На достойную Этпитафию Сегодня Последний День Твоей Жизни И здесь Я Разроблю Твои Кости Проращу Их В прах Все Что тебе Удавалось Узнать Сгинеть Вместе С тобой Я Подарю Тебе Смерть Которую Тебе Еще Не Приходилось Испытывать Дай мне Сверху 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 Что ты хочешь В домой? Это Что ты Скажи Что ты Ты Много Кик 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 Так Потихонечку Пропускаем Наших Персонажей Кастуем Сюда Всякое Разное Сверху 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 Ооо Он Кастанул Очень Плохую Штуку Штуку Под Названием Снятие Магии Он Диспел Кастанул Сразу Один с урона Пощем Вот Лошара Грит Егикс Фейербол Инкаминг Да Тут Будет Очень Тяжело Минск Тактическое Отступление Опа 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 Так Жарко 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 Спротивление Магии Вы только Посмотрите Хитер Какой Минск Тем временем Отпивается Зельями Что с ней Ооо Печалька Какая Оригинальный Фейербол Юз Эдгар Тикс Да ему Пофиг Вообще А Джайн Сумер Брэндвен Умерла Минск Вообще Просто При Смерти И Чувствуем Мы Трупы Надо было Банально Сделать Проще Управить Только Саммонов Вначале При Смерти При Смерти Почти Так Не Паниковать Я могу Управить 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 С него Бафы Снять А если На нем Бафы Висят То Знаете Мы можем Диспел Реально Кинуть Не Он же Кидает Диспел Сам То С него Бафы Снимать Не Нужно Упс 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 Все Сдохли Упс С Подножки Юзаешь Смертельное Облако Грис Сел Не Все же Именно Диспел Снимается Ну а С чем Не знаю У меня Других Заклинаю Неизвестно Значит Еще Кастуем Смертельное Облако Туда Кастуем Фуэрбол Заодно Сами Теперь берем Наших Животных Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Что-то им там сказали Разбегаемся все в разные стороны Чтобы нас не накрыло А я знаю что нужно сделать Так У него уже серьезный ран Заметьте Сейчас мы кастанем Вот так вот И вот так вот Только по-моему у него сопротивление к магии довольно сильное А мы возьмем Где у нас Минск Где Брэндон Где Джентис Оу Брэндон торгует Семь урона По-моему он кастует фуэрбол Ладно Разбегаемся Чуваки Чуваки Да Да Я не знаю Я не знаю Я не знаю Я не знаю Эй Сбили 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 По-моему Ооо Вот это номер Так Где у нас Минск 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 Берсерке нужен Реально Фига себе Сбили Называется Давай Тащи Чувак У Минска Просто Там Зашкаливающее Количество Баффов Я В принципе Смерть одного Персонажа Могу себе Позволить Там Доберусь Как-нибудь До воскрешения Возьму Ее лут Сбивать норм Тема же По рукам Далее Все Ландшот По Брэндон Да Я не сбил На самом деле Мне показалось Что я сбил Все Отжените Труп И он Не может Ничего сделать Его просто Его просто В пыль В прах Обратили Какой-то ужас Ладно Попытка Номер Некст Да Если у тебя Тонн интересных Заколов А ты все Одним шариком По нему Сделаешь Стреляешь Идеи Внимательно Слушаю Хотя же Есть Светки Воскрешения Светки Воскрешения По-моему Нету Насколько я Помню Вообще Есть хорошие Заклинания Если так Посмотреть У нас Что есть Ну По идее Замедление Нужно Немного Кастовать Вот Кастовать Замедление Это хорошо Но перед этим Как и в прошлый раз Наверное Кастануть Золовонное Облако Надо Здесь что мы можем Кастануть Еще вызов Монстров Так Всех Направляем Сюда А Запекаем Кастует Слоу Контроль И Блимаем Далее Контроль Контроль На него Вряд ли Подействует У него Очень Большие Резисты Да О Дальше Что Теперь Тащим Сюда Что У меня Сповреждения Без Повреждения Вообще Неси Везли Вот Чарж Все Ну Серьезные Повреждения Сразу же Ты же говорил Минск Где там Ты что он же там делает Аджантица законтролил Что на Аджантице висит Я так и не понимаю На нем оглушение Против оглушения У меня какое-то заклинание Вроде бы было Давайте посмотрим Клирическое есть Нет Что против оглушения Защита какая-нибудь Защита от негативного плана Это не то Святая сила Е Граждение смерти Защитная гармония Вот Крадиналу с атакой Тактики повышает Плюс 2 классу защиты Неплохо, кстати Клаудкилл это круто Но все-таки Грит Фаллинкэт Ну, не знаю Клаудкилл, конечно, круто Но Что-то мне кажется Что кто-то у нас умер Причем очень быстро Замедление на него Костанул Костанул Не помню Среди силон Или нет его Здесь из того Что у нас уже запомнено Зловон и облако Все остальное Полная чушь Единственное Что можно его Магическими стрелами Расстреливать Против которых У него Определенный иммунитет Вот Минск Все время Что-то здесь делает Ему нужно Однозначно Включить Берсарк О Берсарк Наверное, надо Отключать сразу Банально И отправлять Минска Вперед Тупо И ваншотать его Без проблем Рекомендую Разбить зеркало Которое стоит В центре комнаты Неа Не-не-не Я не рекомендую Без проблем Здесь Ты Тебе Вы Можете Пипсквейкс Моя honora Это Моя 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 Так Ладно Теперь Теперь по моему Со всех сняло Положительные эффекты Почти что со всех Брэннан может Спокойненько себе Накастовывать Защиту заново Мы кастуем Замедление на него Сюда Минск подходит И юзает Берсарг Здесь Мы Заюзаем Сопротивление магии Так, а Джантиса надо увозить, реально Либо, конечно, можно на него просто заюзать наложение вот этих, вот, собственных рук Да, наложили, называется Окей Минск при смерти, он, возможно, сдохнет, если его не полечить в конец К сожалению, магия против него почти что полностью неэффективна, наступательна, оказывается Рицарь Дьяма набивает Минска, нанося 24 урона 60 урона, Брэндон Ну, не слабо Значит, всё Сейчас ставим паузу и рассматриваем наш список с голенами И что можно вылучить вместо того, что есть у нас сейчас Потому что просто так, наскоком он совершенно не хочет убиваться Сейчас же есть свинки воскрешения, свитки воскрешения, говорит Синепанк Насчёт свитков не уверен Родин насекомых здесь нету Сильный класс в грето в Орле Мак Так Ладно, ладно, ладно Сейчас быстренько подумаем, что нам делать Для этого открываем... ну, всё, на паузу стоит Открываем список заклинаний Во-первых, за Пеканусом За Пеканусом... начнём с самых последних заклинаний У него есть хаос Подчинение Подчинение у него вряд ли будет Удержание монстра Облакоубийца Мне что-то нужно антимагическое Возможно, на него стоит сайленска остановить Но сайленсом... Проблема сайленсом В том, что он, скорее всего, не сработает с резистицем Со свиткой хаотических команды Наджентис Флэймстрайк Брэнвин со свиткой Чё, 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 флэймстрайк, говоришь? Сейчас посмотрим Подчинение попробую А-ха-ха-ха СБ-3Д-шутник вообще такой Подчинение-то Сейчас я вам прочитаю, что такое подчинение Жота может избежать действия заклинаний Выполненных спас-бросок С ухудшением минус 4 Объект не может никаким образом Освободиться от контроля До свидания Не, ну, конечно, попробовать можно Хаос Действие этого заклинания Во всех отношениях Идентичны заклинания и замешательства Бесцельно блуждает по окрестностям Вот насчёт хаоса Если же она пятого уровня и выше То есть он Она делает спас-бросок от заклинаний с ухудшением минус 4 Заклинание длится, пока не сечёт срок его действия Значит, он делает спас-бросок с минус 4 И спас-бросок у него от заклинаний Едёт просто шикарнейший Он легко магию Как бы так сказать, игнорит Понижение резистов Сейчас посмотрим, что у нас есть Эмоция Волшебник сможет влиять на эмоциональное состояние Находящийся вокруг вызывает чувство беспомощности То, что надо просто вообще Великое проклятие Взглядание позволяет прочитавшим Неглупориатом повлиять на спас-броски врагов Здесь его подвержены все враждебные существа В зоне поражения Любой их спас-бросок будет выполняться с ухудшением минус 4 Круто Я думаю, вот это нам нужно Реально, Великое проклятие А потом накладываем хаос И дело может пойти И только Великое проклятие Он тоже может срезистить Но попробовать стоит, определённо Это только этот демон чувствуется ревок Зарешает, говорит Поленкэт Наса, с ним можно договориться? Нет, Мепкинг, нельзя У тебя вроде есть жезл призыв монстров Кормил мясо Магические стрелы Это 5 попыток ещё его пробить А ещё у тебя должны быть зелье силы Низку, а также зелье защиты Да, надо бавиться зельями реально Ещё обдолбаться полностью всякой химией Так что в глазах двоиться будет Следующее, что у нас у нас? Ну, хорошая штука, конечно Череп-ловушка Это то удержание персонажа Тоже Дикое очарование Давайте очаруем демона-рыкцаря Рыцарь смерти Посмотри на меня такой няшный Ну что же ты Иди ко мне ближе Брэндон Что может Брэндон сделать? Хорошего, в смысле Яд Плащ страха Синий серьёзный хран Что за плащ страха? Наделяет заклинатель Способность излучать собственно Ауру страха в радиусе до 3 футов Ага Да-да-да-да-да-да Удачные спас броски Это, конечно, очень круто Защита от зла в радиусе Вот, кстати, хорошая штука Рождение от смерти Заклинание защищает объект от всех форм смертельной магии На время своего действия Распыление Слово и силы Убить Заклинание от смерти Перс смерти Но только они Не знаю, вряд ли их используют У меня такое впечатление почему-то есть Особенно те, которые действуют на разуме Заклинание на него практически не работает Да, я вот и чувствую, что с заклинаниями плохая идея Нужно бафать своих банально Но от бафов у него очень хорошие есть контра Он тупо резистит Ну, не резистит, а сбивает бафы все Диспелом Ну, создание нежити Надо было давным-давно прокачать его банально Кормить тоннами мяса Ладно, что за жезлы у нас есть? Кстати, жезлы неопознанные-то вообще Что за фигня? Пацаны, что такое? Жезл огня Ага, это огонь Жезл вызовом остров О, жезл вызовом остров Суммарным уровнем здоровья 12 Зелезащита от огня Да, сейчас посмотрим Кстати, у нас есть и заклинание Защита от огня, между прочим Но он не только огнем бьет Он бьет физическим уроном очень жутко Пусть он только с одного бафа снимет Конечно Мы сейчас, значит, что сделаем Сейчас сделаем еще один заход И в этот заход Будем, во-первых, кормить его вызовом монстров А во-вторых, мы начнем с того, что Имаэн его забэкстеббит В себе у Азапекануса лежит два свитка клирических, которые нежить должны выставлять немерено Азапекануса Защита от зла Сила победителя С помощью этого заклинания священник черпает силу своего божества Передает ее выбранному персонажу Уделяя того, делая его великим воинам Добавку в попадание на каждые три уровня заклинателя Сила объекта во время действия чар увеличивается Священник должен поддерживать связь между объектом и своим богом В результате чего теряет способность чтения других заклинаний в это время Фигово Стрелу кислотную опробуй Можно, конечно, попробовать Защита злона не нужна Удар пламени Фигня полная Открываем, что у нас есть здесь Из жезлов Жезлов вызову монстров Парализация Я думаю, на него совершенно не подействует Кубок Дурлага между ворочами есть В общем, ничего особенного Что есть здесь у нас Хаотичные приказы Делают персонажа не воспринимающим к магическим приказам В эту группу входит Внушение, очарование, подчинение Повеление, сон, лабиринты, замешательство Кроме того, это заклинание защищает от псионического взрыва Чары действуют только на одно создание И работают до окончания срока действия заклинателя Склинание, если оно не будет Вот это хорошая штука Вот это нужно наложить на Аджантица и на миска Так, хаотические приказы Кто может использовать Брэндон, что ли? Давай, Брэндон Миска бафнуть Накормить бутылками Под берцем вперед Остальные рэнши должны защищать Минск должен Он не может танковать нормально Его там снова удар убивают Торт пламени, фигня для тебя, ваншотность А, за это фигня Ну ладно, ладно, ладно Так, что у нас есть, зель героизма О, о Че у нас сузили, проворство Ловкость До 18 До 18 Со 7000 увеличением класса защита Сколько у нас ловкость? 16 Ну, давайте бафнем Минска И, во-первых, отравим ММН Во Пусть Минска Аджантия поменяется всем Кроме счетов и мечей Забейте мне лень Так, затащим И не такое затаскивали Так, временем Да я тебя уничтожу Какие смелые слова Не сомневаюсь в том Так, тем временем Сюда ММН Атакует рыцарей Промахивается Но здесь пел Ловись, она будет Ты хорошо уже Теперь 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 Призыв монстров Еще один Аджантий тоже вперед Брэндон Так, рыцарь смерти Кого он там атакует Снять магию ММН Хорошо Теперь Атакуем его Сзади А пока что повреждений нету Абсолютно Поехали Незаграти Абсолютно Так Что делать Усцеляем Низка У него серьезные Раны Теперь Теперь Что мы можем сделать ещё? Вызов монстров на... Нет, его только можно поливать, по сути, огнём нам сейчас. Будем пробовать пробить его магический резист. Но, чтобы призывать монстров бесполезно, он атакует Минска. Надо Минска банально хилять. Собираем АЭН-мешок. А чё с ней стало? Она просто разлетелась на куски. Да. Забыл я про Минска, как всегда. Минска причиняет 20 урона. Ажанть наносит урон. Он приги смерти. Вообще, в принципе, идея-то неплохая была, да? Согласитесь. И вот так он убивается. Вот так вот. Только без слива и МАЭН. Да. Теперь давайте реально Минску отдадим весь эквип Аджантиса. Загрузим квиксейв. Заучим некоторые другие заклинания. Где у нас там свитки наши хорошие? Чё сюда нам нужно? Что Минску нужно передать? Зелья героизма надо было пить реально. Масло скорости не нужно. Зелья свободы тоже. Минску вообще нестабильный. Перст горит на Максимус. Какой уровень главного героя? Главного героя уровень, по-моему, восьмой. А, нет, девятый уже, девятый. А Джентис, например, седьмого. Такой разрыв. Классовое неравенство называется. Один класс круче, другой класс слабее. Правильно, был один же чё. Теперь быстренько смотрим, чё у нас в эквипе. Значит, снимаем всё, что есть. Передаем Минску. Рукавица ловкости. А вот того ещё. Это рукавица оружейного эксперта. Оружейного эксперта оставим. Так, шлем защиты. А то шлем Болдурана вообще. Он даёт класс защиты и максимум здоровья. Ещё у него лата плюс три. А, у него же двуручный меч, он не может щит использовать. Только вот так. Вот можно сделать, да? Кольцо защиты плюс два. Безначе нужно. Вот, минус пять уже. Так, щит возвращаем Аджентису. Три. 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 Что там у нас ещё-то было? Минус восемь. Ну вот, не сильно, конечно, понизили. Скорми Минску бутылку молока. Даст хорошую силу. Сейчас скорым. Чё ещё мы ему скормим? Кому там? Да пофиг вообще. Защиту от огня всем навесить. Вот, втроим тем, кто будет у нас в клоузе висеть. Это хорошая идея, это просто шикарная идея, МХО. Да. У кого есть защита от огня? Есть она у нас здесь. Нет, это клирическая чисто, да? Что там, рассеять магию? Пф, печь вообще. Насколько она действует? Три раунда плюс раунд на уровень. Офигеть, просто надолго, реально. Блан сохранить, чтобы разрыв между танком и двумя другими был не очень большой. Говорит, Ксиол, это разрыв большой. Плевать. Надо быть ещё, конечно, на создание нежести бы. Ну, а он чё-то не хороу. Святой ударает. Заклинание вызывает к энергии плана. Сияние открывает канал между ними. Чё, каждый уровень заглядывает. Спас-бросок изглинания снижает урон на половину. Кроме того, если спас-бросок неудачный, жертва ослепляется на один раунд. Все злые существа в зоне поражения получают. А чё, неплохо, согласитесь. После того, как бафнули всех, побежали вплотную. Хлобысь. Дьявольская порча. Не знаю, подействия у него нет, но урон нельзя полностью избежать. Твою урона. Контроль, естественно, мы на неё забьём. А Женщин теперь должен на себя сверлотить. Лука юзает не иначе. Играет Рейгун. Ой, у нас столько разных классных сфер есть. Да. А стрела Мелфа тут не пойдёт. Провол. Так, во-первых, насчёт стрел. Ещё у нас есть. Из наступательного, естественно. Да, очарование, конечно, полный трэш. О, огненная стрела есть. Но она не очень ядовитая стрела. Кислотная стрела Мелфа. Да. Пробуем заюзать пару раз. Ксил говорит, а я тупо замикрел. Так. Пусть Брэндон прочитает на него Небесный Огонь. 1д8 дамага понемножку на уровне, это немало. Помноженное на уровне. Небесный Огонь. Небесный Огонь. А, это, собственно, то, что я заучивал, да? Вот это вот, да? Святой Удар, да? Мелый Демон умер на вторую попытку, как я понял, как его убивать Грексел. До этого пробовал тактики. То он у меня умер на первую попытку вообще, когда я решил сегодня посмотреть, как с ним бороться. Поэтому я не думал, что сейчас такой трэш будет, но повезло, ведьм, очень. Мобильный интернет без единого обрыва, домашние ключи, жутко, бла-бла-бла. Ладно, читать все буду, после того, как его победим. Пока что только разные супердельные советы. Уменьшить сложность во время боя. Вот этого я делать не буду. Нефиг проходить, да, стрим, говорит, просто молом. Ну, возможно, возможно. Тогда бы сейчас этот стрим затянулся бы еще раз в два дольше. Хаотичный приказ от оглушения не защищает. Нужно заглянуть в свободном перемещении. Так, какие у нас еще зелья есть? Столько зелий. Можно низко сделать алкоголиком, реально. Оторожение глаз, поглощение, лечение, магические защиты. Это зелье наделяет вывыш 50% сопротивлением любой магии. Три. Пусть пьют каждый. Магического заслона. Всем видом огнемся, там тоже на 50. Зелье свободы. Свобода 10 у нас и так есть, вроде бы. А, нет, она была на меча, мы его сейчас не юзаем. Зелье неуязвимостью. Класс, защита устанавливается на 0, спас броски лучше не плюс 5. Ага, у нас меньше нуля. Зелье силы защиты. Устанавливается на 0, полный трэш. Изоляция. Спроцеление электрическому, героизма. Героизм у нас есть. Ладно. Значит, кастуем защиту от огня. Всякие бафы, все подряд. В общем, что есть. Огротнее с зельями защиты от магии. Она и свою магию резистит. Гриталонзий. А, это после пьем. Сначала бафаемся, а потом пьем зелье. Такая вот у нас идея. Все, ладно. Раз с десятого пройдем и так. Уф. Отдохнули. Засейвились. Думали потом проходить Shadow of One. Да, думаю, конечно. Как вы будете. Итак, что мы забавили сюда. Во-первых, нам нужно защиту от зла кастовать. Интересно, а может я кастовать кое-кто другой? Вот что меня интересует. Паладин. Да, он может ее кастовать. Круто. Что такое было? Из-за линии видимости очень нужна. Сила победителя. С помощью этого заклинания священник черпает силу. Своя божество предъявляет. А, это плохой свиток. Он нам не интересен. Хаотические приказы пусть тоже Ажанти накладывает, в конце концов. Потому что Брэнлин будет занята совершенно другими делами. Спротивление холду лол. Хе-хе-хе. Че еще бы сделать-то такого крутого? Насколько у нас действует вот это вот зелье силы? Эффект длится 10 ходов. Берем. Значит, начинаем пить зелье. Кастовать за клинами. Как бы... Спротивление холду нафиг не нужно. Начинаем с вот этого, наверное. Хоста сколько у нас длится? Сколько у нас длится хоста? Три раунда плюс раунд на уровень. И у нас девять. Это двенадцать раундов. Хоста длится длиннее даже, чем зелье силы. Так. Здесь длится у нас три раунда плюс раунд на уровень тоже. Это... Один ход. А один ход это сколько раундов? В общем, долго на самом деле. И вот это очень быстро заканчивается. Все за шесть раундов. Ее последнее нужно кастовать. Значит, кастуем эту штуку, эту... Защиту всем. И все, собственно. Здесь кастовать больше нечего. Начнем, пожалуй, с защитой от огня. Что это? Что это? А Дженси... А Дженси, что у нас кастует? Длительность. Один ход на уровень. Нет, потом кастует определенно. А вот это защита от зла. Длительность. Один ход на уровень. Понятно. Особо ничего не покастует. Тем временем кастуем... Кастуем призыв монстров, естественно. И здесь вызов монстров кастуем. Монстры, правда, кончаются. Что-то слишком быстро, реально. Так, Брэндон кастануло. Теперь Денехиерк ставит хосту. На низко, конечно же, защиту от огня тоже. Что еще можно кастануть? Что там, она застряла, что ли? Где Минск? Да. Теперь вот эту ауру свою. Тем временем Минск. Что он там может у нас выпить? Зелесил и лизиного великана, пей. Зелепроворство. Оуу, 15 ходов. Выпил. Взяли героизма. И вот этот вот. Теперь Брэндон кастует нашу защиту. Защиту от зла еще кастуем. И хаосичные приказы. Выпил. А, да, зель забыл раздать вот этим. Так, ладно. Зелесил тогда даем миску. Оно пьет. Топей же. Тупица. Все, есть. Просто убав он в усмерть. Так, миска, вперед. Так, миска, вперед. Ты смеешь с мной. Ты смеешь с тобой. Хе-хе-хе. Они уже нарезают. Так. Таааак... Таааа... Таааа... Тиаааа... Ай, аджентис поставился. Вообще полный трэш. Ладно. Аджентис мёртв. Вот это жесть просто. Как же он так с защитой-то от... Всё. Убили, но аджентис труп. Вот такой вот вариант. Убери, Маян, убери от фэрбола. Да плевать вообще. Самая большая проблема, что сдох аджентис. Аджентис причём отходил. И он от фэрбола сдох с защитой от огня. А Минск просто там сколько вот он урона наносил. Давайте посмотрим. 27 урона. 29 урона. 30-38 урона аджентис. О, жесть какая. 20 урона. Ну, в общем, Минск его просто изнасиловал реально. Минск там... Минск теперь и от него бегать придётся. Так, ладно. Отправим Минск разговаривать с парнишкой Делтоном. Кто? Нет, назад. Не подходите. Успокойся, дитя. Мы пришли помочь тебе. Я не верю. Здесь все злые и все, и вы тоже. Ну, твоя мать послала меня найти тебя. Твоя мать, Трелла. Моя. Она вас послала. Слава богам, как хорошо. Я очень хочу. Я очень хочу домой. Тогда идём. Мы очистили путь. Не волнуйся. Мы быстро выберемся отсюда. Надо идти. Надо идти. Быстро. Попробую одного Минска. Мне рекомендуют СБ-3Д. Зачем? Я не буду переигрывать все эти бафы по 20 раз. Я вот сейчас вот просто тихонечко полутаю от Жантиса. Соберу его шмотки. И его где интересно. Всё будет отлично. Просто супер. Но Минск реально под таким количеством бафов, что они тут просто не помещаются. Уже часть снята, но... Минск, чувствую, будет у него какой-то похмелье с утра. Такое количество зелья. Такой магии злобной. Так, что? Надо найти теперь место, куда всё это залутать. Кинжал душилов. Чтобы это не был за кинжал, давай прочитаем. Этот кинжал довольно тяжёлый и кажется тёплым на ощупь. Вы ощущаете странное беспокойство одного факта обладанием. Камень, вставленный в рукоять, излучает некий внутренний свет. Вы не понимаете, как такое может быть при том, что его сердцевина остаётся зловещей чёрной? Что же у нас за щит? Большой щит плюс один. Фигня. У нас уже большой щит плюс два есть. А, да. Нужно разбить зеркало. Разбиваем его. И пойдём лутать Аджантиса. А Аджантис кто лутится будет? У кого место-то осталось? Ну, по-моему, низко как раз. Ему нужно себя обрети. Пока что это будет делать у нас. Запеканус. Броня, пояс, сапоги, мантия. Окей. Отправляемся на броня, пояс, сапоги, мантия. Рукавицы. Шлем. Щит. Мешочки. Сумочки. Интересно, а сумочку можно положить внутрь? Такие предметы нельзя положить в этот контейнер, говорят. А, жаль. Я уж щитерить хотел. Так, жезл огня. Меч бастард. Всего понемножку. Путеводный оберег. Что бы это ни было. Кому-то отдадим, наверное, зелье. У кого у нас есть место для зелий. Ну-ка, признавайтесь хитрецым. Да. Жезл я вообще, наверное, оставлю здесь. Нафиг не нужен. Стоп, из сумочек же все же выпало. Нет, ничего не выпало. Как видишь, все в сумочках находится внутри. Вот, содержимое сумочки на месте. Я-то тоже. Интересно, камешки туда еще помещаются, нет? Нет. Этот контейнер полон. Ладно, заклинание туда же. У-у-у, и этот контейнер полон. Нет места. Все, собрали полностью. У-у. У-у. Балдер's Gate 1 или 2? Я думаю, это 1. Но я не уверен, это уже давно, когда я играю в эту игру. Это 1. Балдер's Gate 2. Это модификация, называется Балдер's Gate Trilogy. Выкидывай левые книги и сумки, говорит Фалленкет. Они мне как родные, я с ними проходил это подземелье. Да выкину, конечно, обязательно. Сейчас у нас пройдет Берсарка в Минском. Это лучше, чтобы умер на твоих ногах. Давайте просто здесь отдохнем для этого. О, Минска сразу же, прям, кровушка вылилась. Держи, Ивел! Я вооружен до зубов и готов к бою. А, готовлю к бою хомяка, говорит Минск. О, да, Минск, именно хомяк помог тебе затащить, а не что-то другое. Никакого другого лута здесь, по-моему, нету, поэтому отсюда уходим. Вообще-то несерьезно, у тебя убили одного из героев, а ты... Отнесу его вскрешать. Узаконенное читерство, говорит Эндрю. А как же твоя репутация? Ты же дайс-мастер и в агре, где рулят броски дайсов. А просто волосился провал репутации, батенька, говорит Эндрю. Эндрю сначала мысли формулирует более законченно, связанно с знаком пирпина, не прочитав перед тем, как написать. А то, Рэйш, сообщение-то есть, а, как бы, батхёрта я не чувствую. Недооценивай мощь Бу. Ну, Бу, наверное, помогает ему пить зелье. То есть он говорит, Минск, пей это зелье, оно поможет тебе нагибать и... Зло скрывается за каждым углом. Будьте осторожны, а не вступите во что-нибудь, говорит Минск. На, вступите, например, в партию какую-нибудь. Здесь ощутилось присутствие... Здесь ощущалось присутствие, но уже нет. Вы убили того, кто здесь не должен был быть. Он пришёл, чтобы взять не своё. Его больше нет, если бы это помогло его горю. Но он упрям, мой дурлак. Это место скоро будет разрушено временем. Скоро б не будет вечный. Ты можешь уйти, когда захочешь, я унесу тебя отсюда. Да, больше мне здесь делать нечего. Отправляй меня обратно на поверхность. Иди назад под небо и солнце. Призрак неудачи останется здесь. Мой сильный, упрямый дурлак. Пусть груз прошедших лет спадёт быстро, быстро, как я отправлю этих детей. У нас телепортирует. У нас телепортирует.